17 команд встретились в Искитиме на междугороднем турнире по волейболу. За чемпионство борются парни. Для того, чтобы победить у сборных, было 4 дня. Финальные встречи прошли 23 февраля. Старшую Искитимскую сборную называют фаворитом турнира в команде опытные ребята. Поиграть уже успели и на областных соревнованиях, и на России. Сегодня они в приподнятом состоянии, готовы к победе, хотя силы соперника пока оценить сложно. Сейчас не могу вам сказать, потому что многие команды поменялись, очень много людей не хватает, именно моих знакомых, моих друзей, с которыми я лично знаком. Сейчас, наверное, самый сильный сверсток и Бердск остался, который я знаю, что придет в хорошем составе. На победу нацелены и другие команды. Томичи, несмотря на утомительную дорогу, на открытие держались бодро. Уверены, что сил хватит на все 4 дня турнира. Мы тренировались долго и усердно, и мы готовы забирать первое место. Команде поможет поддержка друзей, поддержка второго состава, мелких. Самый эмоциональный настрой, наша подготовленность. Если это все получится, то мы выиграем. Ну и, конечно, нужна удача. Волейбольный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В Искитиме проводится 10 лет. За это время число участников в разы увеличилось. И каждый год время, отведенное на игры, добавляют. Раньше в 3 дня проводили. Вообще начинали в 2 дня. Сейчас уже в 4. У нас все турниры набирают обороты. Не знаю почему, но к нам с удовольствием приезжают. Потому что, наверное, и условия позволяют, и есть команды высокого уровня. По итогам 4 дней двум командам удалось пробиться в тройку призеров. Старшая сборная стала второй, уступив волейболистам из Бердска. Искитимцы 12-13 лет стали бронзовыми призерами междугороднего турнира.